Всем привет! С вами снова Настя и вы находитесь на канале Анскулайн. Сегодня будет просто мега полезные слова. И тема этого видео, как вы уже поняли, не переводи дословно. И сейчас вы поймете почему. Ребятки, села уже вмонтировать этот видос и хотела кое-что добавить. Вы знаете, вот когда вы уже доходите до того уровня языка, когда вы уже сами знаете много слов и сами начинаете переводить с русского на финский. У вас уже есть словарный запас, но есть какие-то крылатые выражения, какие-то, может быть, какие-то штучки интересные, какие-то идиомы даже. И вот вы начинаете их переводить. И, ребятки, я ни в коем случае не хочу вас останавливать. Просто небольшие остережения, слова которые не нужно переводить, но нужно запоминать. Ребята, давайте начнем со слова шведская стенка. Ребятки, очень хочется сказать Ротсенсейна. Но, как вы понимаете, тема этого видео не переводить дословно. Очень хочется так перевести. Но, на самом деле, ребятки, польские деревья. То есть, Пуала, Пут. Пуала – это Польша по-фински. Запоминайте, как хотите. Следующее слово – это шведский стол. Мы опять все время на Швеции. Мы все равно, мы все еще в шведском государстве, как будто бы крутимся. Но только не Финляндии. В Финляндии шведский стол – это будет не руаться лайном пеута, а ноутопеута. Ноута – это как бы забирать. Ноута пеудалта. То есть, забирать как бы со стола. Соответственно, ноутопеута – это шведский стол в Финляндии. Либо буфет, типа это. Следующее слово – это даже словосочетание, ребятки. Тут все словосочетания, практически. Следующее слово – это испанский стыд. И как бы, ну, очень тянет перевести Espanyolainen – happier. Но нет, ребятки, и опять тоже не в этом случае. На самом деле, это мюэта хаппея. Мюэта хаппея. Усвоили? Тогда поехали дальше. Следующее слово – это лисички. И ну так хочется перевести кетту сет. Ну, очень хочется, ребятки, но не стоит. Но не будем в этот раз переводить. А они будут по-фински кантарэллит. Кантарэллит – лисички. Следующее словосочетание в этом видео – это божья коровка. И, конечно же, вам уже норовит сказать юмалан лехма, но нет, тоже опять все не туда, ребятушки. А божья коровка – это леппа керту. И как бы леппа – это вообще-то ольха. Вот, керту, ну, не знаю, как герда может быть, не знаю, ребятулечки. В общем, в любом случае запоминайте, что божья коровка у нас леппа керту. Ну, и также грецкий орех. Тоже очень хотелось бы сказать крейколайне пахкина, но в Финляндии – это немецкий орех. Прикиньте, да, ребятки, немецкий орех. Все, запоминаем. Саксон пахкина. Саксон пахкина. Сидеть по-турецки. Ну, тоже как бы хочется сказать турки лайсит тайм. Истуа турки лайсит тайм. Но нет, ребятушки. Истуа я лат ристы са. Я лат ристы са. Все просто и очень здорово и легко. Все, запоминаем. Ристы – это как бы крест. Крест-накрест, как будто бы сидим и так далее. Ребятки, если вам это видео понравилось, если вы бы чего-то нового научились, обязательно поставьте мне пальчик вверх, подпишитесь на мой канал. Я выпускаю видео о финском языке, а также путешествиях в Финляндии и так далее. Увидимся. С вами была Настя и пока-пока.